здравствуйте друзья слева вы видите крепостную стену а справа уже то что за ней то что пристроилась впоследствии когда разрастался городок давайте мы отправимся здесь музей посмотрим что в музее и посылают по самой крепости тоже побродим так что крепость крепостью а покушать как вы видите не мешает никогда тут можно вот подняться на верх и так сверху прогуляться свет подняться по лесенке надо сказать что первые упоминания о тос вот это вот место где мы находимся что садель мак относится к 888 году вот представьте себе о каких временах идет речь и крепость сохранилась практически в первозданном таком ну если не виде то территориально в тех же границах и очень много оригинальных фрагментов вот там потом достроили еще и подстроили и так далее но вот в общем достаточно такое древнее поселение здесь жили еще до римлян люди иберийцы так называемый да то есть вот это вот они здесь жили до римлян потом пришли римляне построили крепость цвет как ты не хочешь подняться дикое желание посмотреть что там я поднимусь друзья я поднимусь не потому что что-то а просто ну надо знать как это вообще бывает да ничего себе вот так среди среди вековье то люди и жили знаете что давайте я сюда тоже поднимусь так может быть я как-то счета прайвиси тут наружу не знаю вот хочется заглянуть хочется заглянуть сайте вот сегодня это все происходит вы знаете что я не хотел бы в одиночку так далеко забираться потому что там я светлана внизу оставил вот когда вы здесь будете тогда может быть вы посмотрите больше ай тут все таки я хотел по левой стороне пройти до конца и понять куда это нас приведет неужели опять какой-нибудь ресторации нет 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 ни к ресторации дом хотя-то вот наверху явно там люди закусывать могли бы так все возвращаемся вниз вот мы продолжаем двигаться вместе со светланой не знаю какой камень тут лежал раньше ну во всяком случае этот камушек хорош высота стады колючий такой прям через обувь пробирать с другой стороны он не скользкий нет не скользкий ой-ой-ой смотрите какие тут чудеса на самом деле только что там были вот с другой стороны зашли какие сувениры друзья из средневековья у нас тут давайте посмотрим меч средневековый рыцарский рогатки слушайте друзья в наше время мы сами в наше время мы сами это делаем а сейчас вот пожалуйста на валюту 360 евро за рогатку продолжаем наше исследование я возьму магнитик в офисе повешу меня есть холодильник там на этом холодильнике висят все магнитики которые нам дарят и которые мы сами тоже поездки приобретаем поездка красиво и богу и легкая такая хорошая легкая чашка не тащить же через весь мир красивые подноски кружки такой святостенькая стиле гауди очень хорошо с трудом а там уже покрупнее и такие. Светик, как тебе? А что это? Это подсвечность такая, за десятку. Понимаю. Правда красиво, да? Такие блюдечки. В печках запекают, да. Очень красиво. И недорого на самом деле. Так, друзья, давайте поднимемся на стену. А то что действительно стена есть, а мы даже не поднялись. Так. О-о-о. Хорошо. Со стены-то, смотри. Там народ прижуется. Представь себе, что тебе нужно обороняться с этой стены. Ну, значит, будем обороняться, да. На какую стену скажут, на то и будем обороняться. Стояли, видно, пушки какие-то, да? Мы не знаем, как происходило. Ну, вот бойницы. Стрелами стреляли. Бойницы. Угу. Да. Отравленными стрелами. Отравленными стрелами это в существенно более ранний период развития цивилизации. Люди пользовались. А тут видно, слышишь, такая лагуна. Весь мелкая очень. В ней, видимо, теплая вода. Потому что люди купаются. Ну, два человека купаются, остальные на бережку. Так. Наверное, прогревается немножко, да. Так. Давайте, друзья, мы пройдемся здесь вдоль этой стены. Тут ветер. Вот тут, это уже за стеной. Очень-очень такие убедительные, можно сказать, постройки. Там вот совсем современные уже. Ну, это за стеной крепости. Так, продолжаем движение. Тут у нас девчонки все в одинаковых шляпах. Так. Наверное, из одной команды. Какой-нибудь непонятно, какой вид спорта у них. Но шляпки одинаковые. Откуда они приехали, не скажу, а говорят по-немецки. Так. Ну, это вообще зрелище изумительное. Света, посмотри. А? Это просто атас, ребята. Как выглядит. Ну, тебя больше современные вещи интересуют, и меня. Просто меня интересует, как люди здесь пользовались туалетом, там, горячей водой. Ну, потому что есть. Ну, в то время-то, как мы знаем. Ну, да. Очевидно, там было в пристройстве какой-то туалет, который выливали. Ты знаешь, в средневековье, Света, туалетов особо не было. Нет. Ну, ведру какой-то было. А теперь там стоят чайки. Это чайки? Голосистые, друзья. Очень голосистые чайки. А размеры какого они? Огромные. Смотри, какие чайки. Ну, да. Как индюки. Здоровенские. Я прям даже неудобно себя чувствую. Вроде как я подсматриваю в интимные уголки жизни других людей. Ну, вот. Просто чтоб вам видно было, как бывает. Средиземноморская архитектура. Там что-то строится еще. А тут, пожалуйста, вот. Красота. Море. Столики. Продолжаем движение по крепости. Много туристов. Многоязычие такое. И по-русски тоже люди говорят. Не только мы со Светой. Правда, Света? Да уж. На каждом шагу. Да. Меню на русском в ресторанах. Буклетики, книжки, экскурсии. Да. Магазинчики. Там так темно внутри, прям снаружи. Ничего не видно. Все-таки, Свет, как органично вписывается кафешка в антураж многовековой постройки. И вот там наверху, на самом деле, там, я думаю, там люди какие-то живут. Или, может, там какая-то хозяйственная больше деятельность. Не знаю. В общем, что-то происходит там открыто. Ага. Вот такие сумочки. 22 евро. На самом деле, я бы сказал, что Испания недорогая страна с точки зрения выпить чашечку кофе, покушать и даже сувениры. По сравнению там с другими, где нам приходилось бывать, очень-очень по-божески. Делегация подростков. Да, друзья, еще пару лет. Слышь, Свет, еще пару лет вот наша Саша, одиннадцатилетняя, будет вот в такой же стайке там. Так чего же, она с светилетом воды едет, Испания. Она едет в Испанию, это правда. Но я говорю, вот эти дети, которые шли, ее лет 13. 12-13. Вот еще чуть-чуть, и у нас такие будут. В красивое место мы пришли. Давайте мы здесь заснимем, что видно от бортика. Через бортик мы не полезем. Через бортикو. Восемь. Поли��. Может быть, чашечка начала, не будет подытку. Современное хирурение плетен ما забранisher. Субтитры подогнал «Симон»